Над западным районом Лондона зрелищно возвышается самая большая одиночная арка в мире. Её видно на 20 километров вокруг. Под этой рекордной аркой расположена самая дорогая в мире спортивная арена. Стадион Уэмбли. Это выдающееся архитектурное сооружение обязано своей славой некоторым удивительным инженерно-техническим приспособлением. Арбалету. Ну и силён же он. Альпинистскому узлу. Помню, раньше руки были посильнее. Планёру 19 века. Поддельной золотой короне и самому знаменитому принципу Архимеда. Я не просто иду по воде, я бегу. И самолёту-невидимки. Как все эти вещи послужили строительству великолепного стадиона? Инженерные идеи. Стадион Уэмбли. Когда на реконструкцию известного на весь мир стадиона уходит почти миллиард фунтов, можно ожидать впечатляющего результата. Под аркой находится гигантская крыша площадью в 44,5 тысяч квадратных метров, а под ней — 90 тысяч мест. С каждого места открывается превосходный вид на поле. И не страшно, если у вас вдруг прихватят живот. Здесь 2618 уборных, больше, чем на любом другом стадионе. Это впечатляет, но перестройка дома футбола заставила архитекторов и инженеров выложиться по полной. Одним из самых сложных требований было сделать так, чтобы каждое из 90 тысяч мест было лучше. Они должны были быть просторными, удобными, укрытыми и предполагать отличный вид на поле. Это означало, что колонны, поддерживающие крышу, не должны попадать в поле зрения. Решением стало возведение огромной арки, которая будет поддерживать крышу сверху. И никаких колонн. Норман Фостер, один из ведущих архитекторов мира, хотел создать арку, которая будет выделяться на горизонте Лондона. Но арка не должна была быть простой. Это будет самая большая однопролётная конструкция в мире. Это не только беспрецедентно, но и было возрождением легенды, а потому все сосредоточились на эстетической стороне дела, а не только на инженерной. Высота Уэмбли достигает 133 метров. И потому он единственный из стадионов, оснащён сигнальными огнями для низколетящих самолётов. Арка диаметром в 7,4 метра позволяет проехать по ней поезду «Евростар». Но создать арку — это лишь полдела. Чтобы поднять её, помучаться пришлось немало. Инженеры Уэмбли столкнулись с дилеммой. Они не могли использовать обычные краны для подъёма арки. Она весит 1750 тонн — столько же, сколько 10 реактивных самолётов. А это слишком много. Решением их проблемы стал альпинистский узел. И первая идея приводит меня к подножию утёса. Прикрепи его в виде восьмёрки. Инструктор по альпинизму Крис Хёрли обучает меня основам. Вот так, хорошо. Тебе это нравится? Нет. Так этот узел будет основной частью того, чем мы тут будем заниматься? Да. И он будет выдерживать любой вес? Это узел Пруссика, изобретённый в 1931 году австрийским скалолазом доктором Карлом Пруссиком. В теории, пара таких узлов может поднять меня по этому отвесному склону. Всё напряжение будет приходиться на верёвке. А я буду просто здорово смотреться на фоне всего этого. Крис, а как вообще работают эти узлы? Так, проще говоря, они создают увеличенное трение на верёвке. Вот тут у меня узел, который я тебе продемонстрирую. Берёшь петлю, оборачиваешь её в верёвку, потом протягиваешь остаток петли во внутреннюю часть большей петли. И потом снова то же самое, только с внутренней стороны. И каждый скалолаз знает, как такие завязываются? Хочется надеяться, что да. В итоге получается, что поддерживающая верёвка переплетается с другой. Образуется постоянное трение. И как только на верёвку поступает нагрузка, она вступает в контакт с другой верёвкой. Трение сильное. Оно позволяет выдерживать нагрузку. Узел будто сам завязывается сильнее, так? Да, он завязывается сильнее. Трение не даёт мне упасть. Но чтобы подняться на вершину склона, мне нужны два таких узла, работающих вместе. Подвинь свою стопу чуть назад, а теперь вставай на ней, уверенно и прямо. Так нагрузка значительно сократится. Я снова выше, чем ты. В общем, вся суть этой системы в том, что я получаю две опорные точки, нижнюю и верхнюю. В любое время вес поддерживается одной из них. Сейчас он приходится на верхнюю. Потом я дотягиваю до неё другую. И потом мы снова продвигаемся. Так? Ну, в общем, надо просто повторять процесс снова и снова. А никто не устраивал гонки на этом? По-моему, с узлами прусика такого не было. Немаловажно, что эти узлы позволяют безопасно подниматься по свободной висящей верёвке. Да, это здесь, наверху, самое сложное. Хочешь сказать, прежде было несложно? Совершенно очевидно, что подобная система просто блестяще умна в своей простоте. Две опорные точки, поднимающиеся по верёвке. Но нельзя отрицать то, что даже когда на верёвке всего лишь я, сил надо затратить немало. Не в смысле упоров, а в смысле продвижения. Подъёма вверх. Один узел всегда завязан, пока другой продвигается вверх. И этот принцип станет ключевым в намерении инженеров у Уэмбли поднять арку. Им необходимо было быть уверенными, что арка не упадёт обратно на землю во время подъёма. И потому они прикрепили к ней металлические тросы, пока она лежала на боку. Но им потребуется что-то понадёжнее верёвочных узлов, чтобы поднять её на 112 градусов. Здесь мы имеем инженерный эквивалент узлов Пруссика и огромный источник энергии, который будет работать вместо ног. Это называется тросовым гидравлическим домкратом. Для подъёма арки Уэмбли их потребовалось 25, и они работали 4 недели. Это было грандиозным предприятием, и на него ушло 130 километров стального троса. Все остальные тросы проходили через эти стационарные гидравлические домкраты. Внутри домкратов попарно работают металлические фиксаторы, как в узлах Прусика. Один не двигается, пока поршень толкает второй. С движением поршня фиксатор захватывает трос и протягивает его дальше. Затем поршень возвращается, а неподвижный фиксатор захватывает трос и принимает на себя нагрузку. Весь процесс повторяется медленно, но верно. И это позволило инженерам поднимать арку на 5 градусов в день до тех пор, пока она не заняла нужное положение. У домкратов, поднимавших арку Уэмбли, было не по одному тросу, а по 38 на каждый. Объединённая подъёмная сила всех домкратов составляла примерно 12 тысяч тонн. Это эквивалентно 6 тысячам полноприводных джипов, тянущих тросы одновременно. Это выдающееся инженерное достижение стало возможным только благодаря применению принципа, использующегося в альпинистском узле. Но поднятие арки — лишь полдела. Оставался ещё вопрос крыши. Это было следующей большой проблемой. Как можно прикрепить огромную арку к ещё более огромной крыше? Для ответа на это инженерам потребовалось дотянуться до неба. Архитекторам стадиона Уэмбли хотелось, чтобы могучая арка поддерживала как можно больше веса крыши. Если инженеры не смогут всё просчитать, вся конструкция может обрушиться вниз, на стадион. Была нужна поддержка не только крыши в 7 тысяч тонн, но и самой арке, которая весит 1750 тонн и свободно возвышается над Лондоном по замыслу инженеров. Арка должна была поддерживать крышу. Но инженерам надо было помешать ей деформироваться под этим весом. За идеями инженеры обратились к опыту первых авиаторов. Хотя братья Райт подняли первый управляемый самолёт в небо Америки в 1903 году, Уэмбли связан с более ранней авиацией благодаря английскому изобретателю сэру Джорджу Кейли, который проводил испытания планёров на 100 лет раньше. Новаторские конструкции Кейли, как эта современная копия, повлияют на всё будущее летательных аппаратов. А его планёр поможет Арке Уэмбли поддерживать крышу. Кейли был первым, кто понял суть аэродинамических приёмов. Он был уверен, что сможет безопасно поднять человека в воздух, но проблема была в обеспечении безопасной посадки. Он понял, что найдёт пилота для своего планёра только если сможет найти способ безопасно посадить его на землю. А для этого потребуется крепкое шасси. Именно в этом и состояла проблема. Всё, чем располагал Кейли, были колёса, сделанные из дерева. И для того, чтобы выяснить, с чем столкнулся Кейли, я обратился за помощью к каскадёру фильмов о Джеймсе Бонде Дереку Ли с его велосипедом. Мы здесь проведём эксперимент, который позволит продемонстрировать проблему Кейли. У нас тут есть велосипед, но мы заменили переднее колесо деревянным. Дело в том, что для планёра Кейли проблема состояла в первую очередь в том, что он был тяжёлым. Попробуй-ка поднять его в воздух, такую тяжесть. Я сразу могу понять, что это скажется на твоём полёте. Заметили, что я сказал насчёт полёта? Потому что мы сейчас стоим на последнем фрагменте нашего набора, на трамплине. Ты попробуешь полететь с прыжка? Я полечу, недалеко. Но я попробую полечу. Мы сначала посмотрим, помешает ли вес подняться в воздух, а потом, что более важно, увидим, что происходит при приземлении. Что случится, когда ты приземлишься на деревянное колесо? Но мы сами не знаем, насколько нам известно, этого раньше не делали. Я пойду туда. Давай приготовимся и сделаем это. Ты же как следует подготовился. Да, я готов. Весь в защите. Удачи, Дерек. Спасибо. Уж лучше он, чем я. Вот и он. Проехал полпути. Он сейчас поедет по трамплину. Поедет по трамплину. Да, все совершенно очевидно. Совершенно очевидно. Что деревянное колесо с такими спицами не годится для этой задачи. Дерек, с тобой все в порядке, приятель? Ты совсем разбил колесо. Гляди, что с ним стало. Я думал, что произойдет что-то подобное. Произошло. Все случилось при посадке. Тебе удалось пролететь с этим колесом гораздо дальше, чем я ожидал, несмотря на его изрядный вес. Но при посадке оно разлетелось в дребезги. Кейли это предвидел. Вот бы не стал делать то, что сделал ты. Деревянное колесо разбилось от удара. Оно было недостаточно крепким. Это не годится для садящегося на землю планера. Здесь и появляется следующая знаменитая инновация Кейли. Колесо. Ну, разумеется, не колесо вообще. Просто в 1808 году он изобрел революционно новое колесо. Оно кажется похожим на велосипедное, но это потому, что изобретение Кейли превратилось в велосипедное колесо в том виде, каким мы его знаем сейчас. Его идея революционно изменила мышление людей. Вместо того, чтобы стягивать спицы, он, наоборот, растягивал их. Равномерно растянутые спицы постоянно удерживают форму колеса и делают его крепче. При ударе все спицы реагируют одновременно и сохраняют форму. А материалы, способные выдерживать растяжение, могут быть легкими, как проволока. С этими новыми колесами взлететь было гораздо легче. А при посадке они вряд ли бы сломались, что особенно важно для безопасности планера. Теперь промотаем вперед пару веков. Участники велосипедного мотокросса полагаются на изобретение Кейли, стремясь достичь вершины. Легкое, но крепкое колесо — это простое, но ослепительно умное изобретение. И продемонстрировать его работу можно легко. Участник велосипедного мотокросса Деннис Уингем одолжит мне свой велосипед. Самую главную часть этого колеса вам не увидеть. Это не обод, не спицы, это растяжение спиц. Именно оно удерживает колесо в его настоящем виде. Ну а я сделал так, что спицы лишились растяжения. Так что теперь колесо не удерживается так, как должно, и мы легко видим, насколько значительно и важно это растяжение. Удачи! Оно может работать не так хорошо, как прежде, извини. Думаю, это подчеркнуло суть. Уберите растяжение из такого колеса, и все оно бесполезно. Для всех бесполезно. И особенно для Денниса. Наверное, он сейчас зол. Я так думаю. Растяжение — это основной принцип. Кейли успешно провел пилотируемый полет на своем планере в 1853 году, а производители велосипедов больше не оглядывались на прошлое. Растянутые спицы позволяли колесу достигать более значительных результатов, чем можно было ожидать от его отдельных элементов, которые были бы слишком хрупкими сами по себе. Работая вместе, они создают невероятно устойчивый механизм. Так что для меня Кейли действительно изобрел колесо заново. Но как это связано с Вембли? Арка Вембли раскинулась во всю ширину стадиона. Это длина трех футбольных полей. Но это не все. Она должна поддерживать крышу весом в 7 тысяч тонн. Инженеры должны быть уверены, что знаменитая арка достаточно устойчива, чтобы справиться с этой нагрузкой. А теперь представьте эту арку, как гигантский обод колеса, и да, тросы выходят из нее на манер гигантских спиц. Как велосипедные спицы, растянутые тросы позволяют арке удерживать положение. Этой конструкции арка обязана инженеру Алистеру Ленчнеру. Нас ведут на крышу, чтобы мы увидели, как это все работает. Да, на тонкую крышу, которую снизу ничто не поддерживает. Абсолютно ничто. Вот это да. А какова толщина металла? Это алюминий толщиной в 1,2 миллиметра. 1,2? А потоньше ничего не нашлось? Крыша прогибается. Ну, мы на месте. Вот трос, который снизу выглядит тонкой проволочкой. Он ведь огромный, да? Это большой трос. Он часть конструкции, которая поддерживает всю крышу. Вся конструкция с земли выглядит такой тонкой и легкой, но здесь, вблизи, все иначе. Что он делает? Что происходит? Арка здесь не просто украшение, хотя нам и нравится, как она выглядит. Она удерживает крышу. Эти тросы тянут крышу вверх, к арке. Но и это не все. Нам надо было обеспечить устойчивость. И эти же самые тросы удерживают форму арки. Не дают ей прогибаться. Эти тросы действительно работают, как спицы в колесе, и удерживают все на месте. Арка и тросы образуют взаимодополняющую систему. Без одной составляющей не сможет работать и вторая. Вес самой крыши растягивает тросы и делает арку устойчивее. Шесть километров троса не дают огромные арки катастрофически рухнуть вниз. И благодаря им огромная крыша не нуждается в опорных колоннах. Обзору с любого места ничто не мешает. За это зрители должны благодарить планер Кейли. Но возникает другая проблема. Огромная крыша не идет на пользу травяному полю. Крыша Уэмбли закрывает от дождя места для 90 тысяч зрителей. Подобного не может предложить ни один другой стадион мира. Но то, что хорошо для фанатов, не обязательно хорошо для игры. Центр любого футбольного стадиона — это, разумеется, поле, покрытое травой. Чтобы вырастить хорошую траву, необходима вода, вентиляция и много солнечного света. Но на закрытом стадионе этого добиться нелегко. Чтобы получить от Уэфа статус пять звезд, Уэмбли необходимо было поддерживать свое естественное поле в отличном состоянии. И потому дизайнеры оставили пространство над полем открытым. Но траве нужно как можно больше прямого солнечного света. Это означает никакого затенения. Решением этой проблемы была сдвигаемая крыша с южной стороны. Но южная крыша сделана из семи огромных панелей, совокупной площадью свыше 12 тысяч квадратных метров. Этого достаточно, чтобы закрыть собор Святого Павла. Создать убирающуюся крышу было бы нелегко. Проблем было бы три. Вес самой крыши, воздействие ветра и необходимость предельно точно разместить все семь секций крыши при каждом ее закрытии. Как же это возможно? Инженеры обратились к изобретению, которое помогло средневековым лучникам. Эта связь приводит меня в средневековье, когда защита замка была полноценной работой, и лучники на стенах с бойницами были первой линией обороны. Обучение стрельбе из Большого Лука занимало долгие годы. Военачальникам нужен был лук такой же мощности, но более легкий в обращении. И они обратили внимание на арбалет. Из арбалета можно было научиться стрелять довольно быстро. Их можно было держать во взведенном состоянии, что позволяло стрелкам точнее прицелиться. И означало, что они могли стрелять сразу при внезапной атаке. Поначалу арбалетчики не должны были обладать сильным тросом. Похоже, это оружие по мне. Но ранним арбалетам недоставало мощности. Эксперт по стрельбе из лука Стив Ральфс обучает этому голливудских звезд. Он покажет мне, как простое устройство сделало арбалет оружием, с которым надо считаться. Стив! Мы же не салат готовим, да? Что это мы делаем? Мы проследим путь развития арбалетов. Так мы увидим, как они стали мощнее. Для начала я попробую простой арбалет. Тут мне нужна некоторая помощь. Возьмись руками за обе стороны тетивы. Теперь натяни ее на зацепный зуб до конца. Это довольно трудно. Да. Теперь на плечо. Убери пальцы, пока я заряжаю. Да, это разумная мысль. Ну вот, все готово. Теперь мы целимся. Да, я стреляю. Изрядно промахнулся. Дело не только во мне. Сильный ветер сбил мой болт с курса. Чтобы попасть в арбуз, мне понадобится сделать свой арбалет сильнее. А это значит, что мне нужно взводить его по-другому, как это делали средневековые стрелки. Когда нам нужно оружие помощнее, мы обращаемся к следующему виду арбалета, который уже нельзя взвести с помощью одних рук. Вот, попытайся-ка натянуть тетиву только своими руками. Чтобы натянуть такую тетиву, мне нужен вес, равный примерно 160 килограммам. Это все равно, что пытаться поднять за раз шесть мешков цемента. Я не могу. Совершенно точно не могу взвести его только руками. Да, тебе понадобится такая вот штука. Кофемолка. Нет, ворот. Так это отдельный механизм? Да. Стрелок впервые получает механическое приспособление из зубчатой рейки и шестерни. Ты крутишь вот эту ручку, и знаешь, насколько трудно это было без нее? Просто невозможно. Но теперь я могу пользоваться даже одним пальцем. Именно. Это означало, что можно было взводить самые мощные луки. Так что здесь у нас, под этой вот ручкой, поворачивается шестерня. Поворот шестерни вращает большую шестерню внутри. Стрелок впервые получает механизм, который сообщает арбалету дополнительную мощность. Ослабь его чуточку. Вот так. Значит, с таким изобретением арбалеты стали невероятно мощными. В нем сейчас спрятана значительная сила. Внутри готовая к употреблению, когда я захочу. Так, а можно мне из этого тоже выстрелить? Можно, но он пожестче. Может, возьмешь перчатку на всякий... Это вот на эту руку, да? Я боюсь этой штуковины, когда она взведена, потому что уж очень иномощна. Ну все. Стреляй, когда хочешь. Будешь готов, стреляй. Стреляю. Ну и силен же. Можно посмотреть? По-моему, он улетел в соседнее графство. Просто исчез. Когда оружие становилось все более мощным, ты сам обладал другой силой. Но он точно пропал. Мы продемонстрировали возможности различных арбалетов, попали из этого, слегка промахнули сетем, а из последнего вовсе пропал болт. Этот арбалет может выстрелить болт на 100 метров дальше, чем взводимый вручную. И все это благодаря вороту, механизму из зубчатой рейки и шестерни, который может легко оттягивать огромный вес. Он сработал. Эффективная штука эти рейки с шестернями. Но этот механизм был лишь частью замысла инженеров по передвижению 12 тысяч квадратных метров крыши Уэмбли. Посмотрите, как это работает. Поворачиваете ручку, она вращает шестерню, которая оттягивает назад зубчатую рейку. Этот механизм натягивает тетиву. Но что, если бы он работал наоборот? Что, если рейка будет стоять на месте, а шестерня будет двигаться вдоль нее? Сейчас этот механизм называется рейчной передачей, и он был новым шагом в создании убирающейся крыши Уэмбли. Механизм рейчной передачи отсылает нас к 1812 году и ранним паровым поездам. Британские инженеры хотели обеспечить перевозку более крупных партий угля, так что у паровых двигателей должно было быть достаточно мощности. Управляющий шахтой Джон Бленкенсоп придумал прикрепить зубчатую рейку к рельсам и прикрепил шестерню к одному из колес своего поезда. Это был огромный успех, так как изобретение позволяло перевозить в четыре раза больше угля, чем могли позволить ранние двигатели. А горные железные дороги, как вот это на Сноудене, будут использовать этот механизм для подъема пассажирских вагонов по крутым склонам. Благодаря изобретению Бленкенсопа и средневековому вороту мы узнали об эффективности рейчной передачи, а инженеры Уэмбли использовали схожий механизм для перемещения крыши стадиона. Я хочу увидеть это поближе. Придется снова подниматься на 52 метра над полем. Участок крыши площадью в 16 тысяч квадратных метров сейчас открыт. И Генри Монро, технический директор Уэмбли, проводит меня между заведенными панелями. Здесь все такое огромное. Одна эта панель весит 330 тонн, столько же, сколько два реактивных самолета, и она проходит по всей длине поля. Ее передвигают благодаря рейчной передаче. Я пришел посмотреть на нее в действии. Вот здесь двигательный механизм. Это контрольная панель. Я ожидал увидеть кучу кнопок, но, наверное, она делает только две вещи. Можно закрыть? Да, только нажмите кнопку. Я могу это сделать? Можете. Дайте мне порулить. Да, я вам дам порулить. Закрыть крышу? Да, просто нажать разок. И я закрываю крышу стадиона Уэмбли. А так и положено? Вот здесь и вступают в дело шестерни, двигаясь вдоль вот этой зубчатой рейки. А здесь главные двигательные механизмы. Три на этой стороне и три на другой. Вон там. Я стою рядом. Видна вся механика процесса, ты видишь, как она работает, но не представляешь себе всего масштаба. Но потом отходишь назад и видишь, как она движется, и какая она огромная. На полное закрытие или открытие всем семипанелям весом в 1240 тонн требуется 57 минут. Поразительно, как что-то настолько огромное, настолько потрясающе большое связано с маленьким воротом из рейки и шестерни, который человек придумал для того, чтобы натягивать тетиву арбалета. И этот механизм управляет крышей с точностью до миллиметра. Итак, благодаря средневековым стрелкам, горным железным дорогам, шестерням и рейкам, 16 тысяч квадратных метров крыши могут каждый раз безупречно открывать южную сторону Уэмбли. В итоге и 90 тысяч фанатов закрыты от непогоды, и трава получает как можно больше света. Но желание угодить фанатам поставило перед инженерами новую задачу. Акустику И для игроков, и для футбольных фанатов атмосфера старого Уэмбли была невероятной. В основном, благодаря знаменитому рёву Уэмбли, создаваемому хором фанатов. Рёв Уэмбли возникает из криков, отражающихся от ровных поверхностей внутри стадиона. Конструкторы нового Уэмбли хотели воссоздать этот эффект. Это означало, что необходимо сохранить эхо Уэмбли. Я отправляюсь исследовать этот эффект у довольно большой ровной поверхности. У отвесного утёса. Мы все знаем, что такое эхо. Это просто отражённый звук. Ну вот и звук. Но важно время, проходящее между изначальным звуком и откликом эхо. Звуковая волна направляется к утёсу и возвращается ко мне. Если будет больше 40 миллисекунд между изначальным звуком и эхом от него, то мозг отметит два различных и отчётливых звука. Если времени проходит меньше, то мозг регистрирует один звук и считает его одним целым. Я слышу только один звук от автомобильного сигнала. Вот он. И то же самое с выстрелом. Но это только простые, одиночные звуки. Когда множество звуков отражается от разных поверхностей, они создают сильный общий гул. Именно этот гул становится знаменитым рёвом Уэмбли. Но исторически сложилось так, что Уэмбли был не просто стадионом, но и местом, где проводились концерты. В нём проводились одни из самых грандиозных концертов мира. В том числе легендарный «Лайф Эйд», проведённый в 1985-м. Но, к сожалению, многих поклонников музыки, заплативших за возможность увидеть своих любимых исполнителей, в некоторых частях старого Уэмбли акустика оставляла желать лучшего. Некоторые места старого стадиона получили известность благодаря особенно сильно реверберирующему эху, усиленному чашевидной формы стадиона. С этой дилеммой столкнулись инженеры нового Уэмбли. Конструкторы хотели установить 160 застеклённых лож вокруг поля. Но, как и стены старого стадиона, они бы создавали ненужное эхо во время концертов. Я собираюсь продемонстрировать суть проблемы, используя свет вместо звука и наполнив амбар дымом и зеркалами. К счастью, мне будет помогать физик, занимающийся вопросами звука, Дэвид Тревор Джонс. Дэвид, привет, Ричард. Мне нравится, что ты тут устроил, очень мило. Но что мы тут будем делать? Мы постараемся увидеть звук. Вполне амбициозно. Свет. Мне нравятся твои театральные жесты, очень мило. Погоди. Это свет, а мы говорим о звуке, и даже я это знаю. Это луч звука. У нас здесь есть зритель, который заплатил много денег за то, чтобы сидеть здесь и слушать концерт. Разве звук ведет себя так? Разве он такой прямой и четкий? Разве оттолкнется он от поверхности так же, как этот луч от зеркала, как оттолкнулся бы от окна ложи? Звук не совсем такой сфокусированный, он более размыт, но опыт показывает, что произошло в смысле физических процессов. Я предполагаю, что мячик, то есть наш зритель, который сидит там, слышит не только этот шум, если этот свет представляет изначальный звук. Сначала он слышит звук, попадающий к нему в уши, а потом уже, снова его же, но отраженный отсюда. Абсолютно верно, он слышит эхо, которое приходит к нему сзади. Выделяется определенная зона в зале, и сидящие в ней люди слышат эхо, отражающееся ото всего кольца ложь. И приходит оно именно сюда. Вот это да. Прямо сюда, в это место, при том, что их сейчас только семь, а что будет, когда их станет больше? Можно представить, как зрители будут слышать различные отраженные звуки, приходящие в разное время. Все они будут идти один за другим. Это будет ужасно. Это будет самое жуткое звучание, какофония. Именно этого конструкторы Уэмбли хотели избежать. Поиски решения приведут их к стелс-технологии. У инженеров непростая задачка. Надо сохранить реверберацию и рёв Уэмбли, но избавиться от зон повышенного накопления эхо. Решение есть, и военные используют его, скрывая объекты. Связь с военными возвращает нас во времена Холодной войны. В 1981 году этот сверхъехалетный самолёт произвёл первый полёт. Это F-117 Night Hawk, один из ранних самолётов-невидимых. ВВС США разработали необычный самолёт, который оставался бы неуловимым для радаров. Радар посылает и принимает электромагнитные волны. Звуковые и радиоволны ведут себя примерно одинаково. Они отражаются от поверхности под тем же углом, под которым встречаются с ними. Обычно радарные волны возвращаются, создавая эхо, и это показывает местонахождение самолёта. Но что, если изменить углы поверхности фюзеляжа? Теперь волны радара отражаются в другом направлении, и исходный сигнал теряется. Радар не получает, чёткого обратного сигнала. Именно таким образом F-117 Nighthawk стал невидим для радаров. Применяя те же законы отражения в проблемных зонах Уэмбли, конструкторы могли избавиться от раздражающего эхо. И мы снова можем увидеть, как это работает благодаря лучу света. Дэвид, вопрос. Ты продемонстрировал суть проблемы этими приспособлениями, а можешь на их же основе продемонстрировать решение? Разумеется, это очень просто. Мы просто слегка наклоним переднюю часть ложь, и сразу заметно, что свет не поступает в зону эха. Всё так. А мы просто слегка наклонили передние стенки застеклённых ложь, препятствуя образованию одновременного отражения. Хорошо, это работает. Я вижу, как это работает здесь и сейчас, но это для зрителей, пришедших на концерт. Но ещё ведь приходят и футбольные фанаты, а им нравится рёв Уэмбли и эхо. Это добавляло впечатлений. Рёв Уэмбли всё ещё здесь. Мы лишь заставили его слегка разойтись. Он более рассеянный. Что касается зрителей, сидящих вокруг поля, то они всё ещё слышат отражённые звуки, всё ещё могут слышать рёв Уэмбли. Но вот так можно избавиться от проблемных зон и рассеять звук, но при этом сохранить рёв Уэмбли и его эхо. И волки сытые овцы целы, не правда ли? Это возможно, когда работаешь с эхом. Итак, конструкторы сохранили эхо, но перенаправили его, чтобы избежать проблемных зон. Как вы видите, каждое окно слегка отклонено от соседнего, а не обращено прямо к полю. Каждая панель отклонена на 5 градусов, что создаёт небольшой зигзагообразный эффект. Нарушив изгиб стадиона этим зигзагом, инженеры сделали так, что звуковые волны не будут отражаться туда же, откуда пришли, а разойдутся в разные стороны. Теперь здесь есть передовая акустика для концертов и никуда не исчез любимый фанатами рёв Уэмбли. Но удивительными улучшениями старого Уэмбли стали не поле и не акустика, а наоборот предоставление куда более примитивных удобств. Когда начинается перерыв между таймами, у 90 тысяч фанатов есть лишь 15 минут на то, чтобы разобраться с зобом природы. Так что Уэмбли нужно очень много воды. Уэмбли получает сотни тысяч литров воды перед каждым матчем. Особенно много её используется в перерыве. Фанатам нужно очень много уборных. Всего их 2618. Это больше, чем на любом другом стадионе мира. Но когда в стольких уборных одновременно смывают воду, это создаёт большую нагрузку. Как можно запасти достаточно воды для такого случая, чтобы не оказаться потом в неловкой ситуации? Ответ лежит в фундаменте стадиона. Для обеспечения запросов вода должна подаваться во все помещения зданий очень быстро, быстрее, чем её можно было бы подать в здание с главной системы. И не было возможности обеспечить подобное. Поэтому конструкторы создали три огромных резервуара. В них хранится 740 тысяч литров воды. этого достаточно, чтобы я мог ежедневно принимать ванну в течение 25 лет. Но проблема была в том, как держать их полными. Я собираюсь сам увидеть её решение, которое соединяет Уэмбли с принципом, открытым свыше двух тысяч лет назад. Внутри этого огромного резервуара находится огромный поплавковый клапан. Он такой же, как и в сливном бачке у вас дома, только гораздо больше. Там есть и сложная система наблюдения, но даже на сегодняшний день самый надёжный способ включения системы при понижении уровня воды это использование поплавкового клапана. Он работает точно так же, как и в сливном бачке. Здесь находится клапан подачи воды. Его контролирует вот этот поплавок. Когда вода уходит, клапан открывается и впускает воду в резервуар. Вместе с её уровнем поднимается и поплавок до тех пор, пока не закроет клапан и не прекратит подачу воды. Этот поплавок особенно важен. Он плавает, потому что вес воды вытесняем больше, его собственный. Это работает благодаря принципу, открытому ещё в третьем веке до нашей эры Архимедом, который столкнулся с весьма щекотливой проблемой. Тогдашний владык и хотел знать, правда ли его новая корона сделана из чистого золота. Архимед понял, что узнать это можно благодаря массе короны. Корона должна иметь массу, равную её весу в чистом золоте. А лучший способ выяснить это – опустить корону в воду. Корона оказалась подделкой, потому что её масса была больше массы золота. И я могу продемонстрировать, как это работает. «Архимед» Это спортивные гири, и вместе они образуют вес, равный весу моего тела. А это полная ванна. Все мы знаем, что Архимед сделал открытие, приняв ванну. Когда он залез в неё, уровень воды поднялся. Вытесняемая им вода была равна его собственной массе. И вот тут-то он и закричал «Эврика!» Этот принцип применим ко всему – к человеку, к короне, к золоту или к спортивным снарядам. 69 килограммов спортивных гирь вытеснили достаточно воды, чтобы её уровень поднялся где-то сантиметра на три. Если бы я был сделан из того же материала, что и они, я вытеснил бы столько же воды, и она поднялась бы так же. Есть один способ выяснить это. Всегда хотелось это сделать. Я сделаю. Обувь долой. Так, во имя науки я немного окунусь. Вытесняю воду, вытесняю больше воды, вытесняю гораздо больше воды. Я должен поместить всю свою массу под воду, чтобы узнать, сколько я вытеснил. Это больше, чем... Это уже значительно больше, чем спортивные снаряды. И всё это связано с моей массой, а не с моим весом. Так, я поднял уровень воды выше, значит, моя масса отличается, значит, я сделан не из спортивных гирь. В случае легенды об Архимеде он выскочил из своей ванной, голышом побежал по улице, крича Эврика, я такого делать не буду. Но всё это подводит нас к его великой идее, принципу плавучести. Эти принципы дали мне одну идею. Если увеличить массу чего-либо, не увеличивая его вес, можно сделать так, что оно поплывёт, как поплавковый клапан. Теоретически, если я могу увеличить свою массу, а не свой вес, то смогу превратиться в живой поплавковый клапан и ходить по воде. Эти штуки могут мне помочь. Мои футбольные бутсы, они сделаны из полистирола, который, разумеется, очень лёгкий. Но вы видите, что они достаточно большие. Я должен остаться на плаву согласно принципу Архимеда. Можно мне спасательный жилет? Не то, чтобы я не верил Архимеду, конечно, я сейчас их надену. У нас тут выходит, что мой вес не сильно увеличился, но моя масса стала значительно больше, и всё благодаря размеру моих бутс. бутс. Спасибо, Мартин. Будь моя нога в воде сама по себе, она была бы для неё слишком плотной. Я стою, по-моему. А можно мне один из этих шестов для плавания, пожалуйста? Теперь мне нужно принять подходящую мужественную позу. Так. Так. хорошо. Я не просто иду по воде, я бегу. Просто прогуливаюсь по воде. Это очень приятно. Я всё ещё плыву. Удивительно. И всё это связано с Архимедом, чьи принципы позволяют наполнять водой свыше двух с половиной тысяч бочков туалетах Уэмбли. Так что благодаря альпинистскому узлу, планёру, арбалету, самолётам-невидимкам, короне, которая не была короной, и блестящим идеям Архимеда, я направляюсь в Уэмбли. Ну, как сказать «направляюсь»? Я немножко задержусь, ещё не освоился тут. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Пётр Табелевич. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok